Данная информационная программа предназначена в том числе для людей с нарушениями слуха и зрения. В эфире Вести в студии Алиси Коряк. Здравствуйте. Для начала коротко о последних событиях в стране и мире. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Россия надеялась узнать что-то новое по делу Скрипалей, но в очередной раз услышала набор лжи. Так прокомментировал итоги вчерашнего заседания СОВБЕЗООН постпред Василий Небензе. 135 шедевров японского искусства, многие из которых никогда не покидали страну восходящего солнца. В Пушкинском музее Москвы открылась уникальная выставка. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А теперь все это и многое другое подробно. Забывчивость таксистов сыграет на руку пассажирам. Уже скоро жители столицы смогут не платить водителям, если те забыли выдать чек по окончанию поездки. Это предусматривает поправки в Кодекс автомобильного транспорта, который вступит в силу в конце сентября. Сами водители такси считают, что положение бессмысленное, и только навредят бизнесу по перевозкам пассажиров. Мнения горожан разделились. Одни солидарны с таксистами, другие уверены, что оплата каждой услуги должна сопровождаться выдачей чека. Изменения внесены в 81-ю статью Кодекса автомобильного транспорта. В документе указано, что такси должно быть в обязательном порядке оснащено легальным кассовым аппаратом. В салоне автомобиля, оборудованного по всем правилам для перевозки пассажиров, обязательно должна присутствовать надпись. В случае невыдачи чека потребитель имеет право не оплачивать проезд. Но вот сами водители такси говорят о том, что эти нововведения еще больше усложнят и без того нелегкую работу. О том, что необходимости в чеке при поездке в такси нет, говорят и некоторые жители столицы. Я считаю, что любой труд должен быть оплачен. Вот и все. Что он дал чек, что нет, оплатить надо. Правда, другие горожане считают, что чек водители должны выдавать после каждой поездки в строгом соответствии с данными на счетчике. Желательно, чтобы выдавали чек, да, и чтобы так, чтобы работал спидометр, чтобы показывало человеку, сколько он проехал, за какую сумму. И это будет справедливо. Ну, вообще-то правильно, потому что в перевозованных странах все по чеку, все по этому, как его, по счетчику. А сейчас они привозят иногда, не включая, давай 55 леев. А счетчик где? А чек где? С 1 октября в Молдове также вступает в силу новый принцип налогообложения водителей такси, согласно которому владельцы фирм такси будут платить государству по 500 леев в месяц за каждого сотрудника компании. Девять дней протеста, и все безрезультатно. Жильцы нескольких домов по улице Алба-Юля в столичном секторе Буйкань возмущены стройкой многоэтажного дома, которое, как они отмечают, угрожает их безопасности. По словам людей, стартовавшие несколько месяцев назад работы ведутся с многочисленными нарушениями. Однако ни застройщик, ни муниципальные власти, ни правительство не реагируют на их неоднократные просьбы остановить строительство. Столичные жители, проживающие по улице Алба-Юля в домах номер 2, 4 и 6, назвали целый список нарушений, начиная от несоблюдения норм противопожарной безопасности, заканчивая отступлением от градостроительного регламента, который предусматривает в этой зоне строительство зданий не выше двух этажей. Застройщик же, по их словам, намерен здесь возвести 13-этажное здание, буквально в нескольких метрах от ближайших домов. Жильцы отмечают, что дорога, по которой заезжают грузовые машины, не укреплена как следует, а в этой зоне проходит газопровод. Кроме того, от проводимых работ появляются трещины, как на стенах магазинов поблизости от стройки, так и в жилых домах. Комната моего сына и инвалида практически разрушается. В углах трещины, багеты отходят. Это единственная комната в квартире, в которой мы смогли сделать ремонт только для сына. Надломился край балкона, на который теперь, я боюсь, чтобы он выходил даже подышать воздухом. Я разговаривала с представителями застройщика, приезжали с документами, и они совершенно откровенно не отказываются. И в лицо мне сказали, что да, дом будет разрушаться. Но мы здесь ни при чем. Жильцам ближайших домов ничего не остается, кроме как протестовать. Ведь, по их словам, ни муниципальные власти, ни правительство не реагируют на неоднократные просьбы остановить строительство. Мы уже сегодня протестуем вторую неделю. И вот уже дежурим каждый день с восьми до пяти. Они закрывают калитку, и мы уходим. По восьмого мы уже здесь опять. Непонятно и непостижимо, что премырия забрала у нас жильцов в последний кусок зеленых насаждений, где мы можем отдыхать. Вы видите, у нас тут ничего нет. Вот проезжая часть ВМС, вот немного парковки, и вот кусочек, где мы можем отдыхать. Она отобрала у нас последний кусок и отдала застройщику. Ни одни муниципальные службы, никто не пришел к нам для того, чтобы разобраться в ситуации. И мы здесь будем стоять до тех пор, пока действительно на нас не обратят внимания. Связаться с представителями притуры сектора Буюкань и управления архитектурой и градостроительства города Кишинеу не удалось. А вот глава компании застройщика Валерий Суфрай заявил в телефонном разговоре для корреспондента РТР Молдова, что стройка является законной, все документы в порядке, а сам процесс строительства также проходит в соответствии с нормами. Угрозы для безопасности жителей ближайших домов нет. Валентина Статная, Дмитрий Волков, Вести Молдова. К другим темам. Мясо и молочка. Казалось бы, в каждом холодильнике эти продукты не переводятся. По данным Национального бюро статистики, граждане Молдовы стали потреблять больше мяса, молочных продуктов и хлеба. Правда, хотя о цифре говорят об одном, нашлись граждане, которые уверяют обратное. Мясо некоторые из них практически не едят. Дорогое удовольствие. Не балуют себя и молочкой. А рацион состоит в основном из овощей и фруктов. Мясо и молочные продукты – редкость на их столах, где главенствуют овощи и фрукты. О таком ежедневном меню рассказали жители Молдовы, которые не могут позволить себе говядину, свинину или баранину. Вынужденную вегетарианскую диету объясняют по-разному. Кому здоровье не позволяет, кому цены бьют по кошельку. Я не употребляю мясо и молочные продукты. Людям пожилого возраста не нужно мяса. Больше овощей. Творог, кефир. Иногда молоко, но очень редко. В кофе только если. А мясо очень редко. Вы знаете, не люблю я мясо. В то же время цены на мясо и молочные продукты в стране многие называют разорительными. Зарплаты и пенсии не позволяют покупать эти продукты так часто, как хотелось бы. Жители маленьких городов и вовсе утверждают, что весь провиант на их столах в основном собственного производства. У меня есть гуси, куры и поросенок. Мне ничего не надо. Бьет по карману, учитывая маленькую пенсию. Дорого. В суровой реальности противоречат данные Национального бюро статистики. Согласно им, в 2017-м среднестатистический горожанин покупал примерно 55 килограммов мясных изделий, что на 3 килограмма больше, чем в 2016-м. У жителей сельской местности этот показатель ниже – 47,5 килограммов. Однако в сравнении с 2016-м годом это на 4 с лишним килограмма больше. Употребление молочных продуктов возросло на 10 килограммов в 2017-м году, а хлеба – на 5 килограммов в сравнении с 2016-м. Гуляй, Молдова. Стала известна дата проведения 17-го Национального дня вина. В этом году он состоится 6 и 7 октября, о чем сообщило Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды. Согласно пресс-релизу учреждения, на площади Великого Национального собрания откроют несколько отдельных зон. Зона народных ремесленников, крестьянский двор и зона художников. Будут воссозданы три молдавских села, а также винный путь. Помимо этого, посвященные Национальному дню вина видеоролик будут транслировать в Молдове, в Румынии, Польше и Китае. Цель простая – привлечь максимальное число туристов и прославить отечественные винодельческие предприятия на весь мир. Накануне в Молдове состоялось открытие Всемирной конференции винного туризма. В нашу страну прибыли 200 участников из 60 стран. Продолжаем выпуск. На шаг ближе к альтернативному газоснабжению. Накануне был подписан сертификат о завершении сделки купли-продажи компании «Вестмолтрансгаз». Теперь в госбюджет должны поступить 180,2 млн левев. Как только процедура реорганизации завершится, рабочие приступят к строительству газопровода «Унгеньки-Шинэл». Румынская компания обязалась инвестировать в строительство объекта до 93 млн евро. Министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габорич пообещал, что газопровод введут в эксплуатацию в конце 2019 года. О других новостях расскажем далее в нашей постоянной рубрике «Короткой строкой». Если в эти выходные у вас есть дела в центре столицы, продумывайте пути объезда. Центральные улицы перекроют, а на площади Великого национального собрания воцарится праздник – фестиваль «Вина Мустфес-2018». Власти перегородят проезд на участке проспекта Штефана Чалмаре между улицами Беннереско-Бадони и Пушкина. Изменятся и маршруты общественного транспорта. Троллейбус номер 30 проспекта Штефана Чалмаре будет сворачивать на улице Александри, ехать по Букурешт до Пушкина и дальше снова по проспекту. Троллейбусы номер 3, 5, 8, 22 и 28 будут ездить по улице Букурешт. Пятый автобус будет огибать площадь Великого национального собрания по улицам Беннереско-Бадони 31 августа и Пушкина. А автобусы номер 9, 11, 17, 46 и 122 будут ходить только по Букурешт. Остался удивлен и обескуражен. Такую реакцию выказал директор предприятия «Железная дорога Молдовы» Юрий Топалы, когда комментировал визит премьера в больницу железнодорожников. Напомним, в среду Павел Филипп обнаружил в медучреждении роскошные палаты, позавидовать которым мог бы любой пятизвездочный отель. Здоровье в этих больничных апартаментах поправляли исключительно начальники госкомпании. Топалы заявил, что палаты были построены до его вступления в должность, а сам он в них не лежал. Глава ЖДМ утверждает, что за время его руководства средства в больницу не инвестировали, перечисляя деньги только на ее содержание, коммунальные услуги и зарплаты. А ранее Топалы просил учредителей инициировать процедуру передачи учреждения из-под управления ЖДМ в Министерство здравоохранения. Ледяная угроза нависла над северной столицей. Эта зимой у жителей Белц есть все шансы замерзнуть в собственных домах. С отопительным вопросом город подставило госпредприятие «Железная дорога Молдовы», к котельной которой подключен жилой фонд на Северном вокзале. Руководство ЖДМ говорит о финансовых трудностях. Ранее жителям нескольких многоэтажек и частных домов разослали предупреждение о том, что котельная прекратит работу. Впрочем, гендиректор компании о предстоящем отключении тепла пока не распорядился. Как расти над собой будут учить с этого года школьников всех 12 классов. По задумке Минпросвета новый предмет под названием «Личностное развитие» поможет детям с вопросами самовоспитания, сексуального воспитания, научит здоровому образу жизни и личной безопасности. Также с 3 сентября для всех начальных классов отменили оценки. Успехи малышей квалифицируют как удовлетворительно, хорошо и очень хорошо. В столичном управлении образования молодежи и спорта сообщили о намерении сократить домашнее задание, чтобы высвободить детям больше времени на отдых и внеклассные занятия. В опасности оказался урожай винограда. Дожди могут спровоцировать захват плантаций грибком серая гниль. Молдавские винные ягоды страдают от этой напасти примерно раз в 3-4 года. И специалисты подозревают, что в этом году неприятности стороной не обойдут. Первыми под удар могут попасть виноградники Гагаузии. Виной всему несколько факторов. В прошлом году большинство аграриев профилактическую обработку на ранней стадии формирования урожая не проводили, поскольку серой гнилью плантации не болели. К тому же природные условия сложились как нельзя более удачно для грибка. Дожди и высокая влажность приводят к тому, что поврежденные ягоды становятся питательной средой для грибкового и гнилостного заражения. А эффективных препаратов против серой гнили в стране нет. Погоны не только для мужчин. 30 представительниц прекрасного пола появились в рядах курсантов Тираспольского юридического института Приднестровья. В дорожную постовую службу девушек начали принимать только с этого года. После учебы они смогут служить в любом подразделении МВД. Семерых учителей столичного турецкого лицея задержали накануне сотрудники службы информации и безопасности, после чего выдворили из Молдовы с формулировкой «подозреваются в связях с исламистской группировкой, ведущей незаконную деятельность во многих странах». Вывести расследование громкого случая на другой уровень собирается председатель парламента Андриан Канду. Он потребовал от парламентской комиссии по вопросам национальной безопасности, обороны и общественного порядка провести парламентские слушания с участием руководства службы информации и безопасности. Информацию о высылке педагогов у ведомства запросил и президент Игорь Дадон, причем в срочном порядке. В продолжении темы. Министерство иностранных дел Европейской интеграции сообщило о том, что сотрудники посольства нашей страны в Берлине были эвакуированы. По данным ведомства, решение было принято на основе сигналов об угрозах и возможной агрессии со стороны группы граждан Турции, проживающих в этих городах. На период акции молдавская депмиссия в Берлине временно приостановила работу, а за безопасность дипломатов отвечают правоохранительные органы. Также приняты специальные меры по повышению безопасности в Генеральном консульстве Молдовы во Франкфурте. А далее перейдем к новостям культуры. Румынский театр объединится с молдавским на 12 дней. С 19 по 30 сентября в Кишинел состоится показ спектаклей по произведениям авторов соседней страны. Постановки организуют 12 театров. Воссоединение посвящено столетию Великого объединения. После торжественного открытия 20 и 21 сентября зрители увидят спектакли «Король умирает» и «Письмо». Их ставит Национальный театр имени Иона Лука Карджали из Бухареста. Театр из Краева привезет пьесы «Сойки» по произведению Александру Кирицеску и «Другая страна» Герты Мюллер, которая является лауреатом Нобелевской премии. Театр из Сибил покажет бумажные самолеты и «В дни карнавала» по произведениям Иона Луки Карджали. Артисты из Тыргу Муришь дадут постановку «Безымянная звезда» Михаила Себастьяна. От культуры к спорту. Сборная Молдовы улетела во Франкфурт. Спортсмены отправились в Люксембург для участия в первом своей истории матче Лиги наций с хозяевами газона. 250 километров из немецкого города до Люксембурга футболисты и тренеры проедут на автобусе. Напомним, что матч состоится 8 сентября на стадионе Жози Бартель. Пусть не выиграли, но доказали высокий уровень. Молдавский теннисист Раду Албат и тунисиец Малик Жазири уступили в парном разряде со счетом 6-7, 6-3 и 3-6 спортивному дуэту Лукашу Куботу из Польши и бразильцу Марселла Мелла. Таким образом, Албат и Жазири покинули полуфинал открытого чемпионата США по теннису US Open. Тем не менее, нет худа без добра. Раду Албат и Малик Жазири выиграли 720 очков в парном рейтинге ATP, а также чек на сумму 166 тысяч долларов. Исполнительный комитет Гагаузии выделил более 60 тысяч леев на поддержку спортсменов региона. Решение было принято накануне на заседании. Так, футбольный клуб Умут Лук получил более 19 тысяч леев для участия в детском футбольном турнире в Болгарии. Около 21 тысяч леев было выделено спортсменам по тайскому боксу из клуба «Лайон». И чуть более 20 тысяч получили борцы вольного стиля, которые примут участие в международных учебно-тренировочных сборах в Киеве. Из-за заболеваемости кори в Гагаузии претерпела изменения программа игр футбольного клуба «Саксан». Так, встреча 15-го тура в рамках чемпионата Молдовы в дивизии А между «Саксаном» и футбольным клубом «Сирец», которая была запланирована на 9 сентября, состоится 12 числа и начнется в 17.00. Таким образом, за период в 11 дней футболистам предстоит сыграть 4 матча. Церемония открытия стадиона «Динамо» в Бендерах состоится уже завтра. После масштабной реконструкции спортивный объект станет многофункциональным и доступным для всех спортсменов города. Футбольная арена вмещает 5000 мест, новый газон соответствует международным стандартам. В подтрибунных помещениях разместились шахматно-шашечный клуб, гимнастический зал и тир для пневматической стрельбы. Также было закуплено современное оборудование для легкоатлетов. В Приднестровье завершился турнир по мини-футболу. Победителем соревнований стала команда Следственного комитета. Серебро досталось команде Первого Приднестровского канала. Матчи проводились среди команд от министерств и ведомств в рамках республиканской спартакиады. Молдавский боксер Андрей Затушевский успешно выступил на Всемирной универсиаде, которая проходит в российском городе Элиста. Воспитанник заслуженного тренера Петру Кадука, выступая в весовой категории 91 кг, завоевал бронзовую медаль. Затушевский победил в четвертьфинале своего соперника из Кыргызстана, а в полуфинале уступил первенство спортсмену из Армении. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сейчас короткая реклама, сразу после этого продолжим говорить о главных событиях дня. Не переключайтесь. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире Вести мы продолжаем говорить о главных событиях дня. Далее перейдем к основным новостям из-за рубежа. Наступательно и поступательно во всех направлениях. Именно так Владимир Путин охарактеризовал развитие стратегического сотрудничества России и Вьетнама. Накануне в Сочи глава российского государства встретился с генеральным секретарем ЦК Компартии Вьетнама Гуэном Фучонгом, для которого Россия и Советский Союз совсем не чужие. Его биографии аспирантура в Москве, Академия общественных наук при ЦК КПСС. Встреча на пороге президентской резиденции. Не первая, очевидно, не последняя. Всеобъемлющее стратегическое партнерство. Так в России и во Вьетнаме характеризует отношения между странами. Дипломатическим связям почти 70 лет. Отношения между Россией и Вьетнамом развиваются наступательно, и поступательно, и наступательно. По всем направлениям мы довольны тем, как складывается межгосударственный связь. Мы по праву можем считать эти отношения отношениями стратегического партнерства. Я очень рад встретиться с вами, уважаемый товарищ Путин. В 2020 году наши страны будут отмечать 70-летие установления дипломатических отношений между Вьетнамом и Россией. И цель нашего нынешнего визита – дальнейшее укрепление и углубление сотрудничества между нашими странами. Товарищ Нгуен Фучонг – патриарх азиатской политики. Аспирантуру окончил в Москве. С 1981 по 1983 учился в Академии общественных наук при ЦК КПСС. Российское образование до сих пор для вьетнамцев самое престижное. 6 тысяч студентов ежегодно. В обратную сторону, во Вьетнам, летят российские туристы – по полмиллиона человек за сезон. Совместная компания «Вьетсов Петро», добывающая углеводороды на шельфе Южно-Китайского моря, существует с 1981 года. Месторождение «Белый тигр и дракон» дало больше 230 миллионов тонн нефти – треть всей валютной выручки Вьетнама. Наши компании занимаются также переработкой нефти, планируют поставки во Вьетнам сжиженного природного газа, производство и реализацию газомоторного топлива, создание соответствующей инфраструктуры. Российские предприятия заинтересованы в подключении к модернизации электроэнергетических объектов, возведенных еще во Вьетнаме при содействии СССР, а также сооружении новых электростанций. Подписали новый пакет соглашения взаимодействия и 12 документов, касающихся всех отраслей – от здравоохранения до культуры. Будем углублять двусторонние политические связи и повышать эффективность сотрудничества во всех сферах – в торгово-экономическое, инвестиционное, обороны и военно-технического сотрудничества. Вьетнам – крупный покупатель российского оружия. Два больших контракта на партию российских истребителей Су-30 МК-2 и шести подводных лодок проекта «Варшавянка» на общую сумму в 3 миллиарда долларов. Расчеты между Россией и Вьетнамом предлагается впредь ввести в национальных валютах. Уже несколько миллиардов долларов как вложено России во вьетнамскую экономику, так и Вьетнамом в Россию. Вьетнамская делегация после Сочи собирается посетить еще и Калугу. Там открывается совместное фермерское хозяйство. Россия надеялась услышать что-то новое по делу Скрипалей, но в очередной раз услышала набор лжи. Об этом на заседании Совета безопасности ООН заявил постпред России Василий Небензе. Он отметил, что Запад превратил встречу совбезов в театр абсурда. При этом подчеркнул, Лондон продолжает разжигать антироссийскую истерию, по-прежнему не представив ни единого доказательства. Речь постпреда Великобритании при ООН Карен Пирс была похожа на подстрочник недавнего выступления Терезы Мэй. Из нового, те, кого британские спецслужбы называют Башировым и Петровым, по мнению этих же спецслужб, якобы посещали в России специальные тренинги по намазыванию вещества новичок на дверные ручки. При этом выдачи их Лондон добиваться не планирует. Понятно, госпожа председатель, что Россия не экстрадирует собственных граждан, и я понимаю, что запрещает эта российская конституция. Поэтому мы получили европейский ордер на арест этих лиц, и в скором времени их занесут в особый список Интерпола. Чего же тогда не пытались арестовать раньше? Ведь обыски в лондонском отеле, где якобы останавливались подозреваемые, проводились еще в мае, а у британского МИД не могло не остаться отпечатков пальцев тех, кому легально выдали визу. И как вообще можно записывать в агенты тех, чьи настоящие имена неизвестны? Василию Небензе пришлось долго указывать на эти и другие нестыковки. В России очень популярна шутка о персонаже под именем Неуловимый Джо. Неуловимый он не потому, что его не могут поймать, а потому, что он никому не нужен, и его даже никто не собирается искать. У меня складывается стойкое ощущение, что нам представили двух таких Неуловимых Джо, которые якобы действовали по указке из Москвы. Однако режиссеры-постановщики сами хотят выступать в роли титульных спонсоров. В совбезе уже звучат слова про новые антироссийские санкции. Вместо того, чтобы взять ответственность за свои действия, российское правительство только все отрицает и выдвигает встречные обвинения. Что угодно, лишь бы отвлечь внимание от собственной вины. То, что дело Скрипалей всплыло на поверхность как раз сейчас, не случайно. Всю примитивность химической двухходовки под силу оценить не только профессиональным дипломатам. Выступление Терезы Мэй 5 сентября состоялось в преддверии, так сказать, нового политического сезона. И вокруг активно обсуждающейся ситуации в Идлибе и готовящейся там химической провокации боевиков совместно с белыми касками, о которой мы неоднократно предупреждали. Предупреждать пришлось снова. Пару часов спустя совбез собрался для обсуждения ситуации с химическим оружием в Сирии. Правительство этой страны, напомнил Небензя, полностью ликвидировало его запасы. Зато отрава осталась у терпящих поражения террористов, которых Запад опекает. Прорицатели сегодняшние не утруждают себя объяснениями, разъяснениями того, зачем нужно Дамаску травить газами мирных жителей. И это в условиях, когда Сирию уже дважды бомбили и вынашиваются новые агрессивные планы. Вы полагаете, Дамаск приглашает вас к этому? Вы действительно считаете, что мир слепо верит этим роскостям? У Дамаска нет химического оружия, как и нет плана по его применению. Мы расцениваем эти предупреждения, как приглашение террористам осуществить новую постановочную химатаку и обвинить в этом сирийские власти. Курс на провокации, подчеркнули Небензи, приведет лишь к росту насилия на Ближнем Востоке. Но Ники Хейли, которая выступала после российского постпреда, пообещала не бросать сирийский народ. В переводе с американского внешнеполитического языка это обычно значит «тогда мы летим к вам». Международная федерация журналистов потребовала освободить Кирилла Вышинского. С таким заявлением выступил ее глава Филипп Лерут. Он назвал решение Херсонского суда неприемлемым, а арест журналиста – формой украинской цензуры. Накануне судья оставил Вышинского под стражей еще на два месяца. МИД России сегодня призвал Киев немедленно освободить журналиста. Мы требуем незамедлительного освобождения Кирилла Вышинского, а до этого обеспечения ему приемлемых условий содержания. Мы требуем своевременно предоставлять медицинскую помощь. Призываем международное сообщество повлиять на царящий на Украине правовой беспредел. В Ялте ликвидируют последствия мощного ливня, который парализовал город. Волны на улицах накрывали машины, бурные потоки смывали людей. Затоплены подвалы и переходы. Целые поселки остались без света. Улицы Ялты накануне превратились в бурлящие потоки. Даже машины смывало. Здесь гористая местность и воды из-за внезапно обрушившегося ливня было так много, что даже водопады новые появились прямо в городе. Такого видео сейчас немало в социальных сетях. Жители Ялты и туристы делились впечатлениями. А впечатлиться было от чего? Над горами грозовые тучи, в море смерчи. Улочки чуть ли не по колено заливало водой. Хорошо, что пострадавших нет, а эмоций хоть отбавляй. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй! Буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль! Что-то похожее было не только в Ялте. Дожди прошли почти по всему южному побережью Крыма. В Алуште и Феодосии. Тучи до сих пор нависают над горами. Прогнозируются новые ливни и сегодня, и завтра. Из-за сложного рельефа местности возможно, что такие потоки будут вновь наблюдать в городах Крыма, которые на короткое время в таких случаях превращаются в бурлящую Венецию. Подразделения российских сил специальных операций провели масштабное учение в Средиземном море. Бойцы отработали задачи по подготовке района для высадки морского десанта. По легенде, одно из судов было захвачено пиратами. Спецназовцы проникли на корабль, задержали условных преступников и освободили заложников. Водолазы обследовали морское дно и корпус подводных лодок для защиты от мин. А с берега нападение диверсантов остановил наземный спецназ. Масштабные маневры группировки сил ВМФ и ВКС России проходят в Средиземном море впервые в современной истории. В них участвуют два десятка боевых кораблей, в том числе вооруженные крылатыми ракетами «Калибр». Более 65 миллионов россиян смогут выразить свою позицию в единый день голосования 9 сентября. Об этом сообщила глава Центра избиркома России Элла Памфилова на вебинаре для общественных наблюдателей и представителей СМИ. В это воскресенье выборы самого разного уровня охватят 80 регионов Российской Федерации. Голосование будет максимально открытым и прозрачным. Главным образом – благодаря общественным наблюдателям. 135 шедевров японского искусства, многие из которых никогда не покидали страну восходящего солнца. У посетителей Пушкинского музея в Москве есть уникальная возможность увидеть наследние эпохи Эда – времени становления японского национального духа. Некоторые экспонаты выставки имеют официальный статус сокровища. Чтобы собрать эти экспонаты, у музеев уходят годы. Но посетителям Пушкинского повезло. Благодаря Перекрестному году Японии и России организовать выставку удалось гораздо быстрее. Эта выставка является одним из центральных событий Перекрестного года. Именно в этот год нужно было сделать какой-то невероятный шаг, который всем тем людям, которые интересуются искусством, дают шанс увидеть то, что невозможно увидеть даже в Японии. По правилам страны восходящего солнца, картины на бумаге и шелке из-за деликатности материала нельзя выставлять больше четырех недель. Поэтому через месяц полотна заменят на новые. Но так даже интереснее можно увидеть две разные экспозиции в рамках одной выставки. Начиная с 4-го числа по 30-е мы сможем увидеть первую ее часть – 100 шедевров. А с 3-го октября по 28-е мы можем увидеть ровно 100 других вещей. Большинство экспонатов привезли в Пушкинске из Токийского национального музея. Борцы сумо, загадочные гейши, отважные самураи. В этих экспонатах стремительное развитие японской культуры в начале 17-го века на заре эпохи Эдо. Экспонаты являются лучшими образцами живописи эпохи Эдо. И можно встретить в любом учебнике в истории или искусстве Японии. В каждом учебнике, но не в каждом музее вместе эти экспонаты не выставлялись никогда. Многие вообще не покидали Японию. После закрытия выставки 28 октября никто в мире не сможет увидеть ни один из выставленных здесь шедевров на протяжении трех лет. Экспонатам нужно отдыхать. Впереди вас ждут еще финансово-коммерческие новости. Я уже Алиса Кайряк. На этом с вами прощаюсь. Всего вам доброго и до встречи в эфире. Устроить генеральную уборку в столичном зоопарке. Идеи такой волонтерской акции загорелись представители компании Керхер, ведущего в мире производителя и поставщика высокоэффективной моечной и уборочной техники. У компании Керхер существует добрая традиция очищать памятники архитектуры и другие значимые места по всему миру. Республика Молдова не исключение. На сей раз мы решили поработать не только для людей, но и для животных. Фронт работы масштабный. Экспозиционная площадка зоопарка порядка четырех гектаров. В ее уборке помогает вот такая супермощная техника. Аппараты высокого давления работают и на входной лестнице, и в конюшне. Навести порядок взялись даже в логове кубинского крокодила. Здесь уже отмыли часть бассейна, второй займутся, когда 36-летнюю хозяйку Геннадию временно переведут в другое помещение. Вообще уборка вольера в дело хлопотное, но обязательное. Поэтому профессиональный клиринг только в помощь, говорят представители зоопарка. Чем больше времени мы тратим на отмывание и на уборку, тем меньше у нас остается на наблюдение за нашими животными. Поэтому чем легче нам в уборке, тем легче нам в нашей работе. Ежегодно столичный зоопарк посещает тысячи гостей. Кто-то приходит сюда чаще, кто-то реже. Ходим очень редко и благодаря ребенку только получается сюда попасть. Но очень мне нравится, привели его в порядок, все красиво, аккуратно, мы в восторге. Воспоминания детства. Какие животные тебе больше всего понравились? Тигры белые. Генеральная уборка займет два дня, сегодня и завтра. Но работе зоопарка это не помеха. Посетители здесь ждут каждый день с 8 утра до 8 вечера. Данный материал содержит элементы рекламы. Вы посмотрели информационную программу, предназначенную в том числе для людей с нарушениями слуха и зрения. Продолжение следует...